Здравствуйте! Здравствуйте! Встреча с Дедом Морозом, которую девчонки и мальчишки ждали целый год уже позади. Желания исполнены, подарки полученные, пришла пора прощаться. В парке культуры, спорта и отдыха, проводы зимнего волшебника и закрытие богатого на события новогоднего сезона проходят традиционно Старый Новый Год у Камина. Был очень-очень много мероприятий, как камерные, как мастер-классы, творческие плетения рождественского венка и многое другое, и викторины посещало от 30 до 60 человек. И можно сказать, к примеру, как все знают, Манжосовская гонга – это до 5000 посетителей. Было очень крупное, хорошее, красивое мероприятие. Ну и завершаем мы сегодня тоже прекрасным мероприятием, где, я думаю, соберется очень много поклонников нашего парка. На этот раз не дети удивляли Деда Мороза стихами и песнями, а сам зимний волшебник приготовил сюрприз – зимнюю сказку, в которой брат и сестра Сильвестр и Сильвия пожалели две старые сосны и были щедро вознаграждены за свою доброту. За приключениями девочки и мальчика, уютно устроившись у камина, завороженно следили и взрослые, и дети. Сказка была о доброте, о том, что добро всегда – это какое-то чудо. Мне научило то, что неважно, каким ты родился, главное – верить в себя и не сдаваться. Добро и волшебство, что Дед Мороз может колдовать, и он всегда может помочь другим, спасти. Сказка прочитана, пришло время прощаться, но перед тем, как отправиться домой, в Великий Устюг, Дедушка Мороз попросил детей подарить ему хорошие воспоминания и прочитать стихи. Встали девочки в кружок, встали и примолкли, Дед Мороз огни зажег на высокой елке, Наверху звезда, бусы в твоя еда, Пусть не гаснет елка, путь кает всегда. Ты ж моя умничка! За свои старания девчонки и мальчишки получили сладкий подарок от Дедушки Мороза, а зимний волшебник, вдохновленный песнями и стихами, отправился в Великий Устюг, но не отдыхать, как думают многие. А кто письма будет принимать, а кто будет подарочки упаковывать, а кто будет по всему миру детишек поздравлять есть, это в России Новый год только закончился. А в разных странах-то Новый год, между прочим, в разное время бывает. Так что работы у Дедушки много, тем более, чтобы 31 декабря всю Россию обойти да объехать. Дедушке же сильным надо быть, ловким надо быть. Вот Дедушка и занимается физкультурой да спортом весь год. Следующая встреча с Дедом Морозом состоится почти через год, в декабре 2019-го. Правда, при условии, что малыши будут вести себя хорошо.